14 февраля четверг сегодняшний день я провел занимаясь историей философии собирался почитать диплом немножко его подучить но ограничился лишь тем что выучил оглавление оглавление потому что остальное как я смог мысленно себе представить что я в принципе по каждому пункту смогу дать могу дать ответ на любой вопрос вряд ли кроме обновления что-то еще спросит как обычно рассказывается диплом на работу стоит изведение трех частей заключения вот таким образом я представил что я улучшил оглавление и несколько вопросов сам себе задал по каждой части и по каждой по некоторым сам себе ответил понял что я в любом случае диплом были то предзащита что на предзащите я в любом случае смогу ответить нужно ответить на хорошую законе претендуем разницы большой нет получу я 5 4 3 главное чтоб было все все значит поэтому диплома я уделил всего лишь минут 40 сегодня да и вряд ли даже 40 полчаса полчаса да взрослый философии просмотрел две лекции значит первая лекция была посвящена эмпиризму учению бэкона гоббса бэкона гоббс кто там еще с ними был бэк лок лок бэкон гоббс лок вторая была посвящена рационализма все это речи нового времени дата не буду называть рационализм декарт спиноза и лебниц в принципе со всеми этими на именами даже с ней некоторые с некоторыми сочинениями отдельных авторов был знаком сейчас не все читал спиной блог немножко читал и как немножко вот бэкон не читал пытался читать не так не видимо попалась это прочитал несколько страниц и решил ее оставить лебниц тоже не читал хотя планирую почитать прошли вес на самом деле интересный персонаж в истории философии потому что после него очень сильно в германии пошел подъем философской мысли следует следует все потом конечно сейчас как зашел библиотеку набрал еще набрал еще шесть штук шесть штук да должно быть очень двух не хватает конечно поискать в интернете но я наверное подожду можно начать жить со второй книги а потом вернуться к первой попросил женщины библиотеки что если книги принесут чтобы она оставила в случае надо будет просто еще зайти я думаю что первый и седьмой том которых не хватает и потом полностью углубиться в изучение как на 10 книжек я примерно прикинул это как раз вот сейчас весна два весенних месяца зимний весенних можно уделить этому занятию разобраться шопенгауэром историю философии естественно закончена все это мелочи все это по времени мало времени занимает историю философии по философии в день 29 лекции 15 дней порой и 3 лекции поднимаешь шпенгауэр их небольшая книжка 500 страниц по 100 страниц в день на 20 дней как раз закончится вспомнил что надо поздравить стаса без пяти 12 у него с дни рождения случайным образом меня поздравил в том году последний на пост на последнем и дне рождения оказался в том же месте где я случайно меня за пять минут за две за две минуты поздравил причем еще не мог вспомнить долго ему сказал у тебя осталось две минуты он сказал что и родовая вспоминает и должен вспомнить и вот он пытался тупил тупил потом можно вот женой с бывшей женечкой бывшая жена его вспомнила не вспомнила просто догадалась потому что я говорил у тебя осталось 1 минута 30 секунд позднее возникла мысль тоже поздравить прислать ему смс-ку с 5 12 сейчас я почему-то в этом вспомнил так сегодня практически про это забыл нет слова валентина хорошо что вспомнил 15 минут вспомнил на час позже уже было поздно отец что-то заболтался так вот продолжая свой обзор сегодняшнего дня значит чем я остановился прошу пингавер до 20 дней и сначала сначала март начать изучать канты и за пару месяцев разобраться с его книжками если не удастся по крайней мере по крайней мере разобраться за то время за которое удастся изучать внимательно не отвлекаться английский кант английский кант разбирать все понятия все это можно даже какие можно в интернете еще дополнительно что-то изучать основное внимание бюллететное часов по 5 в день по шесть пять-шесть часов до предпоследствия 5-6 часов кант остальное дело что хочешь вот что юли сегодня с юли общались с юлию хочу повторить что было прошлой весной отношение можно конечно я не против отношений ну по несколько часов сидеть за компьютером и посылать друг другу смайлики смолить и улыбочки и поцелуйчики это конечно я думаю повторять не стоит сейчас я уже меньше меньше зависим от нее от влияние и от любви которую любви от чувств который их не испытал практически я знаю что это все вернется стоит если встретиться пару раз поцеловаться и опять закружится голова ладно все это ерунда так или иначе но бесполезная бесполезно бесполезную переписку я время тратить не буду поэтому надо просто и все время обрывать все да сегодня вот именно так и сделал мы немножко пообщались ты не рад что я вновь вернулся я пока еще об этом не думал мои мысли другим предметом ну что то в этом роде и ответил написал окей и все ну да ладно значит что посмотрел фильм сегодня фильм трехчасовой фильм называется облачный атлас в общем это бетем психоз перерождение душ в другое вообще был такой недавно тоже смотрел фильм может быть около года назад может быть меньше месяцев 10 8 по человек по имени никто или что-то такое в общем да и который сама разные отрывки отдельных людей как бы история как бы это люди все то есть два актера вот они разных разных апостасях играют свои роли то есть начало не пара там бандит там не знаю и добрый там они вместе сталкиваются начинают между ними какие-то происходить взаимоотношения потом они в других ролях грубо говоря там барбара какая-то жрица потом в третьих ролях четвертых вот они маленькими отрывками для этого построен весь фильм ну там теории всякие замеры в то что люди мясо живое мясо друг другом искаливаемых в одной существующих они как бы все то есть они все 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 истории они переплетены во времени то есть как бы они последовательно происходят вот показывается период там девятнадцатый век двадцатый век там двадцать первый вплоть они там еще куда-то дальше залезли 22 и так далее то есть сверхраз на самом деле посмотреть конечно можно бачевский сняли в котором матрицу снимали может сценарий написать ну где-то я их там заметил в этих в титрах мачевский мачевский интересно это матрица конечно мне нравилось да а это уже не актуально не актуально все вот это все там так сентиментально все везде во всех случаях добро побеждает все справедливо все хорошо все счастливы и довольны вот так же и матрица скучно шекспир представляешь учат шекспир был бы наснимал все готовы все лежат все умерли ни добро не победил не зло шекспир относился равнодушно понятием добра и зла побеждалов он всегда смотрел на ход вещей и писал то что есть не всегда конечно в общем я конечно сейчас а шекспире не буду рассуждать это очень долго отдельно тем об этом можно говорить 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 наши заметки ограничены по времени поэтому пора прощаться до свидания